Книга «Открытым оком», том 7, тема работы, вопрос 1982. «У нас много тратится на технику безопасности, а святые совершенно о том не заботились. А они же тоже люди, хотя и святые. Что, у них на стройках никогда не было несчастных случаев?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Были и не раз, но все списывали на Лукавого. Инженера по безопасности не садили тогда. Да и беды в том не видели большой. Умер Божьей милостью, значит, так и надо. Ни разу не читал нареканий на строительное искусство тех, где завалились леса, купол рухнул, помирали от солнечного удара. Можно было бы голову пробковым шлемом прикрывать. Но до него еще две тысячи с половиной лет. Иоанна 4,8. «Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы, так что он изнемог и просил себе смерти, и сказал, «Лучше мне умереть, нежели жить». 4 царство 4,19. «И сказал отцу своему, «Голова моя, голова моя болит!» И сказал тот слуге своему, «Отнеси его к матери его!» Иудив 8,2. «Муж ее, Моносия, из одного с нею колена и племени, умер во время жатвы и чменя, потому что, когда он стоял в поле близ вязавших снопы, зной пал на его голову, и он слег в постель и умер в своем городе». Борис, память, 2 мая. Тогда Святослав, сын Ярослава, замыслил создать святым каменную церковь. Построил он ее до 50 локтей в высоту и скончался. Всеволод, став князем в земле русской, довершил ее всю. Когда же она была окончена, тотчас ту ночь же упал ее вверх, и вся она разрушилась. Афанасий Афонский, память, 5 июля. Захватившись затем с собою шестерых братьев, он отправился с ними на работы. Когда они были уже наверху здания, то по неведомым судьбам Божьим провалился верх последнего и всех уронил вниз, засыпал землею и камнями. Пятеро немедленно предали Богу свои души, а отец и с ним один строитель, по имени Даниил остались живыми между каменями. Все тогда слышали голос преподобного отца, взывавшего в течение трех часов или даже больше «Господи Иисусе Христе, помоги мне! Слава тебе Боже!» Сбежавшиеся братья с рыданием и говором разрывали каменья и землю, какими случилось орудиями, а то руками и ногами. Они откопали отца уже скончавшимся, а Господи, неповрежденного телом. Только лишь правая нога его была поранена. Около же него откопали живым строителя Даниила, всего разбитого, и вынесли их оттуда. Такова была кончина преподобного отца нашего Афанасия, которая, быть может, кому было покажется и бесчестной, ибо он скончался не на одре болезни. Но дорога в очах Господних смерть святых его. Псалом 115.6 Для угодника Божия его кончина, о которой ему было неизвестно, явилась виновницею мученического венца. «От Галгалы до Газы», — сказал проповедник, — «край отцов ныне беден и дик. Иудея в гробах Бог раскинул по ней семя пепельно-серых камней. Враг разрушил Сион, город лел и сгорал, и пророк Иеремия собрал. Теплый прах, прах золы в погасавшем огне и рассеял его по стране. Да родит край отцов только камень и маг, да исчезнет в нем всяческий злак, да прибудет он гол, и сушен, нелюдим до прихода реченного им». Бунин, 1907 год.